Перед началом заседания Владимира Нестерова провели по Бреховской средней школе. Ее директор Павел Семин и глава муниципального образования сельское поселение Кутузовская Татьяна Колкнева рассказали о достоинствах и недостатках учебного заведения. Одна из проблем школы – небольшой актовый зал. Директор мечтает его отремонтировать, расширить и сделать отдельный вход. А глава Кутузовского предлагает в пустующих школьных помещениях открыть муниципальный детский садик. Действующий в Брехово детский сад оказался нерентабельным и на его базе предполагается разместить школу-интернат. С этими вопросами они обратились к Владимиру Нестерову. Глава района выразил свою поддержку. Конечно, есть возможность использовать помещение средней школы. Здесь, на базе средней школы, создать детский сад. Но лично, что мы проводили в Алабышево с точки зрения процедуры оформления. Комитету по народному образованию глава поручил выполнить техническое задание на переоборудование части школьных помещений под детсад. Финансирование этих работ обеспечит районный бюджет. К сентябрю детсад планируется открыть. Районная администрация готова выделить средства и на реконструкцию актового зала. Еще один вопрос в повестке дня совещания. Безопасность пешеходов на Пятницком шоссе в черте населенных пунктов муниципального образования. Местные жители требуют установки светофоров. Этот вопрос глава рекомендовал обсудить на Совете депутатов. На этом заседание закончилось. Мы наметили конкретные планы, что можно преобразовать на базе средней школы Брехова. Мы пытаемся сейчас без больших капитальных затрат решить потребность нецеления. В данном случае открытие детского сада на территории школы. Я думаю, что следующее совещание мы уже будем готовиться по другим вопросам. У нас вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, много вопросов по здравоохранению. По окончании совещания его участники посетили местное предприятие «Энерпред Ярдос». Оно занимается производством шаровых кранов. «Энерпред Ярдос» выпускает около 110 тысяч кранов в год, поставляя свою продукцию в том числе и за рубеж. Предприятию приходится работать в условиях жесткой конкуренции. Владимир Нестеров посоветовал директору «Энерпред Ярдос» вступить в Совет промышленников района для обмена опытом. Редактор субтитров А.Семкин»